Представленная повестка дня на грядущую сессию возражений не вызвала. На ней депутаты планируют внести изменения в городской бюджет на 2014 год, рассмотреть вопросы о государственной гражданской службе Севастополя, о госдолжностях, а также об административных правонарушениях. Традиционно законотворцы собираются составить отзыв на проекты федеральных законов. Вот только Юрий Донников предложил перенести сессию с четверга на пятницу. Предложение обусловлено тем, что проект по изменениям бюджета закона вошел только сегодня. Он достаточно объемен. Да, он был по электронной почте сразу направлен, но он даже еще не размножен. Поэтому есть предложение провести пленарное заседание вот с предлагаемой повесткой дня, плюс еще один, я его озвучу сейчас, в пятницу, 23 мая. В повестку дня пятничной сессии внесли дополнительный вопрос, который разработан юридическим управлением законодательного органа. Проект рассматривает перечень законов, которые будут принимать городские власти, кто будет иметь право законодательной инициативы. Кроме этого, членом президиума был представлен полномочный представитель Государственной Думы в Верховном суде РФ и Генеральной прокуратуре России Владимир Понивежский. Воспоряжением председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина мне поручено вести эту тему, эту проблему по внедрению законодательства Республики Крым и города федерального значения Севастополь в правовую систему Российской Федерации. Вы-то как субъект Российской Федерации имеете право в неограниченной законодательной инициативе. Владимир Понивежский отметил, что для полноценного вступления в правовое поле Российской Федерации властям следует сделать многое. Например, подчеркнул депутат Госдумы в Крыму и Севастополе, нет мировых судей, которые назначаются законодательным собранием города и финансируются из городского бюджета. В свою очередь депутаты законодательного собрания поинтересовались, как будет обстоять дело с консультациями по юридическим вопросам. Мы приезжаем, совмещаем тут, например, депутаты нашей фракции «Единая Россия». Мы проводим практически каждый день прием в приемной Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот у меня, например, завтра прием. То есть у нас депутаты, которые даже не будут входить в эту группу, они всегда будут здесь и по возможности будут оказывать вам помощь. Заместитель исполняющего обязанности губернатора Севастополя Александр Свечников заверил всех, что все принимаемые правовые решения в настоящий момент полностью ориентированы на российское законодательство. Мы при подготовке, в том числе и административного кодекса, очень взвешенно, опять же, подходим к принятию вот этих нормативных актов, ориентируясь на российское, в первую очередь, законодательство и в части вопросов, по которому я давал пояснения, учитывая уже действующее законодательство, чтобы сохранить баланс. Но, тем не менее, оно адаптированное. Очень важно определиться с территориальными границами Крыма. Они должны быть отрегулированы отдельным законом, подчеркнул Владимир Паневежский. Это нужно для применения всех видов уголовной ответственности. А переходный период, добавил депутат Госдумы, обязательно закончится. И все будут жить по российским законам. Святослав Данилов, Деливер Меджитов, программа «Наше время». Пожалуйста, Александр Руссавер. Спасибо.